Дорогие слушатели, я приветствую вас в зале античных подлинников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Рядом со мной вы видите величественную мраморную статую римского времени. Здесь изображен мужчина, который укутан в тогу. Под тогой мы находим тунику. Это своего рода греческая рубаха, в нашем понимании футболка. Здесь в основе этой фигуры мы находим схему классического античного контрапоста. Посмотрите, эта фигура асимметрична. Одна нога тагатуса согнута, а другая является опорной. Руки свободно разведены рядом с туловищем. Схема контрапоста сложилась еще в V веке до н.э. и очень быстро она стала настоящим символом, воплощением идеального героического характера. В этом качестве ее заимствовали позже и римские скульпторы. Такое заимствование мы находим в этом изображении. Однако в римское время схема контрапоста была дополнена, украшена прекрасными складками одеяния. И здесь мы находим именно такие складки. Однако и они, как вы видите, подчеркивают контрапост. В них мы находим такой же контраст. Здесь в складках синуса мы находим ритмично чередующиеся дуги, которые контрастируют с не спадающими вертикальными складками слева. Такой же контраст мы находим в центральной части. Посмотрите, здесь валик тоги контрастирует со складками туники. Это очень интересная художественная особенность. Как вы видите, основная пластическая сила, основной пластический интерес мастера связан именно с драпировками. К сожалению, как вы видите, статуя фрагментирована. Не сохранилась голова, руки и ноги. Особенно жалко, что не сохранилась голова, ведь она была портретная. И рассматривая ее, мы могли бы понять, кто здесь изображен и кто был заказчиком этого произведения. Но так или иначе, даже в отсутствие головы мы можем утверждать с уверенностью, что здесь изображен видный государственный деятель, ведь он одет в тогу. Это официальный римский костюм, исконно национальное римское одеяние. Вергилий даже называл римлян генс тагата – народ, одетый в тоги. И таким образом, латинские авторы различали римлян, тагатий и греков, которые были одеты в плащи палиумы, то есть греки были палиати. Надо сказать, что в древнейшее время тоги были гораздо более простыми. Они были короче, уже и не укладывались такими роскошными складками. Если вы захотите увидеть, как выглядела ранее тога, вы можете подняться на второй этаж нашего музея, в зал номер 25, и рассмотреть копию флоренкийского оратора. Со временем тоги стали более роскошными, и в эпоху августа сложился вот такой классический вариант этого одеяния. Французские ученые говорят, что римлянам было так же трудно носить тогу, как археологам в наши дни описывать их. Тога представляла из себя большое полотно шерстяной ткани длиной около шести метров. Как же она укладывалась? Обратите внимание, один конец тоги спускается до самого пола, затем основное полотно перекидывалось через левое плечо, ведь правая рука должна была остаться свободной. Часть этого полотна укладывалась вот такой перевязью, которая называется болтеус, вокруг торса, а остальная часть роскошными складками, которые мы с вами уже отмечали, спускалась до самого колена. Как вы видите, отворот этого полотна спускается вниз. Называется эта большая складка синус. Верхняя часть синуса представляет из себя своего рода капюшон, и при желании его можно было накинуть на голову, если, например, вы хотели бы, чтобы вас никто не узнал на форуме, или для того, чтобы укрыться от дождя, или во время ритуальных жертвоприношений. Кроме того, считалось неприличным, если часть тоги волочится по земле, поэтому нижнюю часть полотна подтягивали немного вверх и закрепляли вот здесь, вытаскивая его из-под болтеуса. Таким образом, здесь формировался своеобразный узел, который называется Умбо. Тога стала настоящим символом римлянина. Ее одевали во многих официальных случаях, во время заседания в Сенате, для посещения форума. Также в тоге клиенты обязаны были приходить к своим патронам. Это было настолько символичное одеяние, что британские ученые, о которых мы часто говорим, сравнивают тогу с шотландским килтом, как будто бы такой же символический предмет одежды и одновременно предмет гордости. Однако тогу носить было очень трудно. Помимо того, что она тяжелая, нужно было сохранять порядок складок, а накануне выхода в свет специальный слуга занимался устройством этих складок при помощи щипцов и досточек. Поэтому в римской культуре появилась мысль о том, что иногда от тоги надо отдыхать. И появилась фраза «отдых в тунике», когда тогу я одеваю редко, тога рара. А что же такое туника? Мы говорили о том, что она здесь также представлена. Это рубаха, сшитая из двойного полотна ткани, которая одета под тогу. Изначально римляне носили только набедренную повязку и тогу. И Котон-младший для того, чтобы уязвить тех, кто не придерживается традиции, специально выходил на улицу, одевая тогу на голое тело. Однако удобнее было носить многослойную одежду, как это представлено здесь. Туника была всесословным нарядом. Ее носили и рабы, и сенаторы. Гарати даже насмехался над простым народом, говоря, это людишки, одетые в тунику. А вот тога была одеждой достойного человека. Поэтому мы можем утверждать, что перед нами государственный деятель. В Херсонесе были найдены постаменты официальных статуй римских легатов и пропреторов, то есть римских наместников эпохи Флавиев на территории Таврики. А перед нами такая же официальная статуя, найденная в Хараксе, что лишний раз свидетельствует о римском присутствии на южном берегу Крыма, а также подтверждает высокий статус этого укрепленного места.